Всем приветик! По заявкам подписчиц я сегодня делаю вот такой макияж, на мой взгляд, для свадьбы. Ещё одна девушка у меня просила сделать макияж для свадьбы её подруги под коралловое платье, и вот что у меня получилось. Конечно, я понимаю, что никто не будет его повторять для своей свадьбы, и сейчас все, наверное, уже пользуются услугами визажистов в этот важный день. Ну, я так пофантазировала, если бы неожиданно оказалось так, что у моей подруги или у меня отказался визажист, куда-то исчез. Ну, в общем, как-то так случилось за день до свадьбы, что визажиста нет, а нужно это сделать самой. Вот что я бы делала. В принципе, сделала бы нейтральный такой вечерний макияж по такой схеме, которая часто используется визажистами, карандашной. Но с добавлением вот сюда вот яркого цвета, в принципе, любого, а потом переход какого-то подобного цвета в близкой гамме. То есть, например, можно было бы использовать какой-нибудь бирюзовый и очень бледно-голубой, или розовый, и такой молочно-розовый. Ну, вот такой вот вариант предлагаю сегодня вашему вниманию. Первым делом нужно понимать, что когда речь идет о свадебном макияже, он, конечно же, должен быть 100% невозможно, нереально стойким, просто бесконечным. Потому что вас будут все время фотографировать, день очень долгий, до самого вечера вы будете на виду, и, конечно, хочется, чтобы вся красота держалась долго. Поэтому, безусловно, нужно оставить все свои любимые, сияющие, нестойкие основы а-ля Шир Глоу для обычной жизни и использовать что-то очень стойкое, типа Estée Lauder Double Wear, или Livon Color Stay, или Maybelline 24, или Rimmel Super Stay. Ну, какой-то очень стойкий тональный крем, причем, конечно, желательно очень подобрать его в тон кожи. Обычно многие девушки, если делают сами макияж для свадьбы своей, они обычно покупают дополнительную какую-то тональную основу, очень стойкую, проверяют ее, естественно, какое-то время, и покупают обычно два цвета, ближайшие к своей коже по тону, для того, чтобы добиться идеального оттенка с помощью смешивания. Вот я уже нанесла тональный крем, очень стойкий, вот такой вот кистью. Такой кистью наносила для того, чтобы ровно и очень невидимо лег мой тональный крем, и желательно закрепить все это дело пудрой, причем не цветной пудрой, не той, которая идет в многих оттенках, а именно прозрачной силиконовой пудрой, для того, чтобы не получился эффект маски, такой запекания средств на лице. Еще что я не рекомендую, не рекомендую вот такие вот корректоры, которые имеют сильный розовый или желтый потон, потому что это иногда может быть заметно на фотографиях. У меня у самой была такая ситуация, когда вот этот вот тональный крем, на лице его не видно, вроде бы все хорошо растушевано, но на фотографиях абсолютно заметно неприятный желтый потон, поэтому я бы рекомендовала воздержаться, либо смешать с теми консилерами, которые не имеют сильного какого-то корректирующего потона. По поводу бровей, так как мы будем много фотографироваться, и, естественно, фотокамера и фотоаппарат, фото вспышка очень сильно съедают косметику, делают ее менее видной и делают брови более бледными, менее заметными, я думаю, что нужно на тон темнее, чем обычно подкрасить брови. Например, я использовала, помимо своего обычного карандаша для бровей, еще и пудру того же оттенка, чтобы добиться более темного цвета. И я считаю, что нужно зафиксировать брови, то есть выбирайте свой любимый проверенный уже какой-то гель для фиксации бровей, или карандаш восковый, например, у меня вот от L'Etoile Fatal Fix, для того, чтобы это все хорошо у нас держалось, потому что, конечно, никто не хочет остаться без бровей, и даже если у вас свои брови довольно густые, я думаю, что не будет лишним подчеркнуть их тенями намного светлее, но для того, чтобы их просто заполнить, то есть не затемнить, а именно для того, чтобы не было видно вот этих вот пространств между волосками. Так, ну и дальше, если необходимо, наносим праймер, если это не необходимо, если вы не любите использовать базу для глаз, то можно уже приступать. В принципе, обычный мягкий коричневый карандаш для век, и им я подвожу оба глаза за линией роста нижних ресниц. Дальше, что я буду делать, когда я смотрю прямо, буду рисовать этим карандашом над своей вот складкой, буквально на миллиметр выше, ну даже можно сказать, что практически не поднимаясь выше. Дальше берем кисть, которой мы будем тянуть этот цвет, и растушевываем его вниз, ну, вокруг, скажем так, растушевываем его. То есть внешнюю линию растушевываем, а внутреннюю не трогаем. И чуточку растушевываем внутрь, просто продлеваем, но для того, чтобы она потеряла свою интенсивность внутри, дальше цвет не добавляем, просто растушевываем уже имеющийся. Ну, собственно говоря, принцип, я думаю, вы уже поняли. Теперь просто обвожу каждый раз вот эту линию карандашом еще раз и протягиваю ее снова в направлении к виску этой же кисточкой. Значит, если вдруг мы заезжаем внутрь вот этой вот линии, очень легко с чистой кожи снимаются все недостатки вот этого карандаша обычной ватной палочкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и, в общем-то, процесс продолжаем до тех пор, пока не получаем более-менее симметричный результат. Идеальный вариант в получении максимально симметричного результата сфотографировать и отколектировать уже, смотря на фотографию, потому что на фотографиях и на видео намного виднее симметрия, чем в зеркало. Ну, собственно, дальше к теням перейдем. Я беру вот такую вот узкую кисть для теней и очень пигментированные бежевые тени. У меня это Belle Fashion & Matte оттенок 501. Вот так вот выглядит. И набираю бежевый оттенок. И располагаю его под бровью. Потом хорошо стереть этот цвет с кисточки и кисточкой еще чуть-чуть потянуть наш коричневый на хайлайтер. И тот же цвет, когда мы вытерли кисточку, берем этой же самой кистью и наносим внутрь. Наиболее интенсивно наношу в внутреннюю часть, а дальше уже тем, что осталось, заполняю, потому что здесь у нас будут еще два цвета. Не хочу, чтобы здесь был очень толстый плотный слой. Дальше беру коралловый оттенок из палетки Avon Aquadelic. Ну, любой коралловый, либо же любой оттенок того яркого цвета, который вы хотите. Можно вообще не яркий, а какой-то, не знаю, спокойный оттенок взять. В общем-то, то, что в вашем вкусе. Я повторяю этим оттенком вот эту вот форму своего вот этого изгиба, который я нарисовала. Далее беру оттенок такой желтый с матовой базой, но небольшим количеством золотых блесток. Ну, такой горчичный оттенок. И им смешиваю границу, стираю между вот этим ярким коралловым и нашим бежевым. Чтобы кораллового почти не было заметно уже. И теперь возьму коричневый оттенок той же самой фактуры, то есть он светло-коричневый, точнее он на матовой базе, но в нем есть блестки. И уже вот эта вот часть, которая у нас как бы символизирует тень. Покрываю. И на нижнем веке тоже. Дальше возьму маленькую кисть, как та, о которой я тянула свой цвет, вот подобно. Набираю очень блестящий такой с морозным эффектом светлый оттенок и наношу на внутренний уголок. Если вы не любитель подводки и вам не нравится, как она на вас выглядит, конечно, можно следующий шаг пропустить. Но, если вы все-таки предпочитаете использовать подводковый макияж, то есть смысл показать, в принципе. Фактически рисую. Фактически такая вот треугольная стрелочка, а остальное просто прокрашиваю очень тонкой линией роста ресниц. Мне кажется, что в идеале для невесты хорошо было бы добавить на внешний уголок глаза пучки накладных ресниц, но так как смысл событий у меня нет, я не буду сейчас это делать. Губы. Губы тоже, как и щеки, должны быть четкими. И для того, чтобы они не терялись на фото, я их немножко обведу. И добавлю немного блеска. Ну и щеки, соответственно, тоже на 10-20% ярче, чем нам это нужно было бы обычно. Спасибо. 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 Спасибо.